Террористическая группировка «Исламское государство» появилась в 2006 году в Ираке на фоне хаоса, на фоне, по сути, гражданской войны, которая стала следствием американского вторжения в 2003 году. Не все, мягко говоря, с этим согласились и целый ряд группировок, которые выступали против тогдашней иракской администрации, поддерживаемой Вашингтоном, создали, можно сказать, целый конгломерат, который представлял из себя формально ответвление от другой, не менее известной на тот момент террористической группировки «Аль-Каида». И в первоначальной конфигурации эта группировка «Исламское государство» носила название «Исламское государство Ирака». Постепенно она ширилась, в ее ряды вступало все больше и больше новых адептов. И к середине десятых годов на фоне гражданской войны в Сирии эта группировка поставила уже цель создать халифат, который включал бы в себя исторические земли Ирака и так называемого Леванта. По сути, это территория современной Сирии. И так эта группировка из локальной ячейки «Аль-Каида» в Ираке выросла в самостоятельную уже группировку. ИГИЛ – «Исламское государство Ирака и Леванта» на арабском «Аддавля Аль-Исламия Аль-Ирак Ващам», «ДАИШ» – известная также аббревиатура в арабском мире и на английском языке. И, пользуясь вакуумом власти и в Ираке, и в Сирии, ей удалось захватить огромные территории. И в июне 2014 года лидер группировки Агуба Король Багдади объявил о создании так называемого «Исламского халифата». Это очень встревожило международное сообщество, и это может быть такой единственный уникальный случай, когда абсолютно все страны мира сплотились против общего зла. Западные страны и Россия были солидарны в том, что эту группировку нужно уничтожить. И активная фаза борьбы с ИГИЛ продолжалась с 2014 по 2017 год. Таким последним ударом по группировке была битва за Масул, который в свое время был объявлен столицей так называемого «Халифата». В июне 2017 года группировку выбили из Масула, и она стала распадаться на различные ячейки, так называемые «спящие ячейки» в Ираке, в Сирии. Также целый ряд террористических группировок в Африке присягнули верность исламскому государству. И вот уже сегодня исламское государство, по сути, представляет собой конгломерат вот таких разрозненных, атомизированных ячеек, разбросанных по всему миру. Но цели этой группировки уже гораздо более глобальные, чем 10 лет назад. Сейчас она ставит цель воссоздать исламский халифат, который существовал на обширной территории от Индии до Испании во времена еще праведных халифов в 7 веке. Эта группировка, конечно, потеряла в силе, потеряла в возможностях. Она уже не та, что была в середине 2010-х годов. Она не может, скажем, вести активную пропагандистскую деятельность, активную деятельность по рекрутированию новых адептов. Но, тем не менее, она продолжает существовать, действуют ее пропагандистские органы, продолжает работать информационное сопровождение этой группировки. У нее есть даже свои информационные агентства и даже газета. И периодически различные ответвления этой группировки совершают теракты, возможно, наиболее активным ответвлением филиалам или, как называется сама группировка, вилаятам. В последние годы был афганский вилаят, вилаят Хорасан, который ведет активную борьбу против движения Талибан, считая его злейшим врагом. И время от времени на территории Афганистана происходят теракты от имени исламского государства Хорасан. Так, например, 5 сентября 2022 года террорист-смертник от имени Вилаят Хорасан устроил самоподрыв у стен российского посольства. Тогда погибли двое сотрудников российской гипмиссии. Как подчеркивается в докладах Организации Объединенных Наций, после того, как движение Талибан установило контроль над Афганистаном, эта страна еще не была таким раем для международного терроризма. Террористическая угроза сохраняется, это сильно тревожит западные столицы, но нельзя сказать, что эта тревога вызовет какую-то ответную реакцию, ответные действия со стороны западных стран, которые уже сильно обожглись. В целом, Ближний Восток, интервенция в Ирак, интервенция в Афганистан не принесла, по сути, желаемых результатов. Покидание Афганистана, покидание Ирака было очень болезненным, прежде всего, для Вашингтона, и до сих пор, особенно в Соединенных Штатах и в других западных странах, идут дискуссии о том, насколько оправдано было это вторжение, будь то в Афганистан или в Ирак, насколько это приблизило страну и все человечество к победе над международным терроризмом. Многие считают, что вот эти наземные вторжения были ошибкой, потому что международный терроризм в лице той же Аль-Каиды, того же исламского государства, он не исчез, ирак-то продолжается, и появляются все новые и новые группировки, но, повторюсь, это не означает того, что западные страны, начиная с Соединенных Штатов, будут начинать какие-то новые операции. Повторюсь, это очень болезненный опыт, и сегодня избиратели в западных странах не готовы голосовать за те политические силы, которые в том числе будут тратить деньги налогоплательщиков на начало какой-то новой наземной операции, будь то в Афганистане, в Ираке или в каких-то других странах, где сохраняются спящие ячейки исламского государства и других террористических группировок. Поэтому западные страны будут стремиться своими силами у себя на месте упреждать угрозу международного терроризма, в том числе поэтому многие европейские страны ведут такую довольно-таки жесткую политику по отношению к мигрантам с Ближнего Востока, потому что для многих это потенциальная угроза международного терроризма.